Что-то столько машин стоят. Так, я пораньше пошла. Мне надо зайти в Киркан. Затем надо Сашульку забрать со школы. Затем домой. Надо что-то приготовить и к мужу. Захотел он пирожочки, и захотел маленькие пельмешки. Вот сейчас заеду в Киркан, посмотрю, там есть вот эти как они называются? Радиоли. Да, Радиоли. Он захотел, чтобы сразу в бульон положить и вместе с бульоном вот так кушать. Пирожки надо еще сделать с картошкой, он захотел, с капустой. Я говорю, может с мясом? Нет, говорит, с мясом не хочет. С мясом не хочу, говорит. Так что вот так я поехала, ребята. Девчонки там остались, а я поехала. так, ну что же. Хорошо, что машина есть. Машина есть, и поэтому легче намного. Машинки там стоят. Машинки стоят. Как бы не стукнуть, как бы не стукнуть. Только их что-то много, столько машин там понаставили. Так, вот здесь вот надо забрать Сашку отсюда. Там надо спросить на проходной. Меня посунете? Ты только покушал, что ли, Сашуля? А что ты снимала? Малышка? Нет, я тебя снимаю, малыша. Что делали сегодня? Снимаю школу. Что делали? Чем занимались? Саша? Кушали, что вкусного. Ты хочешь кушать? Сашуля. Я хочу. Ты хочешь кушать, малыш? Ты, наверное, самый маленький в полосе, да? Нет, не самый маленький. Есть еще меньше? Да, новичок. Кто? Новичок. А, новичок. Малыш. Меньше всех. Он меньше всех? Меньше тебя, да? Да. Ну, Каса, ты не самый маленький. Молоточек. Давай в руку. Что? Ноги сегодня не устали? Другой обуви, второй обуви. Ты хотела пить? Да. Я хотела пить. А ты что, сок оставила, что ли? Да. Ну, у меня есть коктейль молочный. Ты не хочешь? А? Ну, сейчас в машину сядем. Ты, оказывается, в тот раз окно открыл и оставил. А у меня всю ночь было окно открыто. Саша, надо выходить, когда закрывать окна. Маленький. Конечно. А если бы кто-нибудь залез бы и украл что-нибудь? Подожди. Ну что ты, нетерпеливый. Давай, залазь. Молочка, как ты, ягодное мороженое. Сейчас тебя открою. Только осторожно, не запачкай меня. Чувак, кто там здесь бикает? Да. Потихоньку, потихоньку. Хочу сделать пирожочки. Заказ мужа. Он хочет пирожки с картошкой и... С капустой. Капусту я нашинковала. Картошку поставила варить. Вон там у меня ещё есть фарш. Можно сделать ещё с мясом. Может, захочет с мясом. И Сашулька здесь сидит у нас. Сашулька, как всегда, в сотке. Он уже покушал. Как всегда. Как деда любит бульон с кашей. Пирмешки не захотела. Не любит пирожки. Любит кашу. Любит... Бульончик. Именно бульончик, а не борщ, там ещё что-нибудь. Или каша с водой и колбаска. Вот это его еда. Ну, а я дальше буду делать пирожки. Так, здесь у меня вот такие. Это с мясом. Затем у меня с капустой и с картошкой. Вот. Муж у меня хочет с капустой и с картошкой. С мясом не хочет. Бульон также поставила. Так. Пельмешки налепила вчера. Вот здесь у меня пельмешки. Ух! Сколько много! А ещё я купила вот такие магазинные. Смотрите, мелкие-мелкие. Магазинные. Они стоят 1365. И специально взяла для мужа, чтобы бульон ложить. Ну, я вообще-то тоже налепила мелочи. Но здесь... Что-то, я думаю, много тесно. А вот это вот там написано, что много мяса. Акошара бегает из-за себя. Бегает, бегает. Не знает, что хочет сама. Уже ночью, знаете, стало холодновато. Скоро осень. Поэтому под утро такая холодильник. Вот так вот. Как у вас дела, ребятки? Что у каждого интересное? Расскажите. Кто чем живёт? Какие новости там? У моих подписчиков. Про мою жизнь вы всё знаете. Может, расскажете. Может, кто-нибудь расскажет про себя. Что-то интересное. Мне тоже будет интересно. Послушать о вас. Почитать о вас. Так что пишите, ребятки, в комментариях. Пирожочки у меня аппетитные. С картошечкой, с капустой, с мясом. Выбирай на вкус. Они очень сдобные. На домашней сметанке и на сливочном масле. Да ещё жареные. Жирненькие такие. Пусть муж кушает пожарнее. Вот такая вкуснотень. Так, решила сегодня сделать фаршированный перчик. Что-то мне так захотелось. У меня остался фарш от пирожочков. Перемешала с рисом. Сейчас нафарширую перчик. Так, много не буду делать. Я не знаю, муж будет кушать или нет. Он сегодня опять захотел бульончик. А ещё Лена принесёт ему ножки. Ножки или портёги называется. По-корейски. А я, как всегда, смотрю Леночку. Так, вот у меня вот такой перчик, смотрите. Вот он. Видите? Красненький, зелёненький. На столе у меня мусорное ведро. Ребята, я свой бачок выкинула. На лоджию выкинула. Для мусора. Он слишком большой. Зачем? Вот это вот удобно. Маленькое ведро. Каждый день выкидываю. Я выхожу на улицу и выкидываю мусор. Очень удобно, ребята. Попробуйте. Вот. Вот такое ведёрко у меня. Наверху. Не надо наклоняться. В общем, просто прелесть. А это я подглядела у Иры. У сестры Самвелла. Её Ира зовут. Вот она всегда ставит ведёрко на стол. Кстати, это очень удобно, ребята. Может, немножко неэстетично, но всё под рукой и мусор не будет падать на пол. Ну, а когда гости, естественно, ты убираешь эту ведёрко. Ставишь большой бачок. Вот знаете, что радует в таких городах? В таких городах цены. Стоянка здесь стоит 30 рублей в час. 30 рублей в час. Это очень хорошо. Первые 45 минут бесплатно. Ну что ж, сегодня выходной. Я дома. Девчонки тоже отдыхают сегодня. Вчера выдала зарплату, я по субботам выдаю. Там немножко получилась неразбериха с новенькой. Ну, конечно, пока она привыкнет, то сё. Просто она, знаете, не пишет, что оплочено там. Но если оплочено, она должна мне приносить эту бумажку. В общем, разбирались, разбирались, наконец-то поняли друг друга. Я думаю, сработаемся. Мне что? Они там сидят, ла-ла-ла, ла-ла-ла, шьют, а я в своей комнатке. Прихожу я, конечно, к обеду. А что мне там делать с утра? К обеду прихожу, покушаю с Лизой. Потому что дома всё равно скучно одной обедать. И вечером чуть-чуть раньше ухожу. Зато я свободна. я свободна. Глазки мои отдыхают. Занимаюсь больше домашними делами. Так что вот так, ребятки, красота. Ну, я вот сделала 4 перчика. По-моему, это маловато. В смысле, здесь фарш ещё остался. ещё один перчик сделаю и сделаю чевтельки, ребята. Женя сейчас принёс папе. Так, здесь перец, смотрите, вот такой корейский перец. И вот ножки, Артёги. Надо разделать, мелко-мелко нарезать и отнесу нашему паточке. А здесь помидоры, яблоки. Всё со своего сада, огорода. А я сейчас, ребята, поеду в Скифтрейд. Говорят, у нас в крупных уже торговых центрах как без этого, без вакцинации не пускают, что ли? Ну, Скифи, по-моему, нет. Лена вот говорит, по-моему, в марте такое. Да, в Магнуме, в Магнуме марте. И в Алмате такое. А у нас такого ещё вроде бы нет. Вот так вот постепенно-постепенно, ребята, всех заставляют вакцинироваться. Но я думаю, я тоже хочу вот сделать. Вот. Наверное, на следующий год, где-то в январе, может, я сделаю себе вакцину. А пока нет. Пока вот я переболела коронавирусом. Вот. Говорят, шесть месяцев там антитела. Вот я в июле переболела. И как раз вот в начале следующего года надо, думаю, сделать вакцину. сходила я в смайл. Сделала небольшой закуп. Так, ну, как всегда, здесь корм у меня. Хотя она его не любит, но я всё равно даю ей этот корм. Вот. Вот такой срок себе взяла. Смотрите. Интересно, сколько он стоит. 249 тенге стоит. Вот такой сурок. Масло президент взяла, 600 чем-то. Вот он такой, колбаска, вот, краковская. до 2,610. А масло президент, хорошо я в этот раз взяла, не солёное. Вот, а то в тот раз взяла, прям, знаете, солёное, солёное такое вот. Это масло 635. Так, сливки президент. По-моему, 350. И вот такие пакеты для мусора взяла. Вот здесь 20 штук. Вот, 460 тенге. Взяла рис, вот, камолина. Вообще, вот этот рис камолина хвалит. Так, рис камолина 395. Вот этот один пакетик 700 граммовый. И вот этот азиатский рис, он немножко, конечно, дороже. Тут тоже, а, тут 800 грамм. Вот, смотрите, вот такой рис. Для плова хороший. Ну, и вообще, для каких-нибудь блюд таких вот, азиатских, там, тайских, вот, корейских. И он стоит, вот этот пакет 710 тенге. Вот, ребятки, как всегда, взяла боржову для мужа. Литровые боржову. Они стоят 500 членов. Вот я беру литровые, раньше брала большие, но большим числом. Прям тяжелые, тяжело их таскать. Вот. Ну, капусты там взяла, вилочек. Вот такие сосиски детские взяла. Кофе по утрам, чтобы пить. Я их смешиваю с этим зерновым кофем. И нормальный вкус получается. Так, дрожжи, туалетная бумага. Вот этот, вот этот вот, 8 штук здесь, 670 с чем-то стоит. Акция такая там. И салфетки по 102 тенге. Так. Ну, вот такой у меня закуп сегодня на 8000 тенге получился. Так, посмотрим конкретно сколько стоит бумага. Ну, правильно мне сказала, 675 тенге. А перчик у меня вот такой уже приготовился. буду обедать. Время уже 2 часа. Ну, и кошечку, конечно, тоже накормлю. Она здесь крутится, бегает туда-сюда. Хочет кушать старушечка тоже. Пошу.